Особое мнение на 101FM В эфире программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает наш постоянный эксперт, юрист Ян Чебутарёв. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый день, Светлана. Ну, начнём с дела, которое сейчас обсуждают все. Это задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Мы публиковали у себя на сайте хакерова.ру ваш пост, вашу первую реакцию на это дело. Мы видим, что каждая буквально минута подбрасывает новости по делу Ивана Голунова. Каким оно представляется вам сейчас? Я своего мнения не изменил, Света. На самом деле это дело непонятное, очень тяжёлое. Я заставляю себя верить, что известный журналист никоим образом не причастен к распространению и торговле наркотиками. Тем более, что масса его друзей и знакомых категорически отрицает его возможное причастие к подобного рода деяниям. Точно так же я бы очень не хотел верить, что имеет место быть фабрикация уголовного дела, подбрасывание наркотиков журналисту. На мой взгляд, сейчас наши с вами власти будут делать всё для того, чтобы как-то из подобного рода ситуации всё-таки выйти. Одного дела Тити хватило, по-моему, с излишком на то, чтобы посеять сомнения в обоснованных действиях отдельных сотрудников наших правоохранительных органов. И я считаю и полагаю, что это будет дальше, что это дело постепенно-постепенно сойдёт на нет. И то, что сейчас Генеральная прокуратура, как сообщает «Новая газета», запросила информацию обо всех понятых, которые когда-либо в настоящее время, в недалёкое прошлое, участвовали в следственных действиях, в процедурах изъятия каких-то наркотических веществ на территории города Москвы, ну, это как раз показывает, что, скорее всего, если будет установлен факт, что те граждане, которые участвовали в задержании Голунова, в изъятии у него этих нескольких подозрительных свёртков, являются так называемыми штатными понятыми, то есть очень часто, на регулярной основе, естественно, бесплатно, но регулярно участвуют в подобного рода оперативных мероприятиях, под сомнение Генеральная прокуратура поставит те самые документы, на основании которых и было возбуждено дело, и было осуществлено задержание. Фактически, если ситуация будет развиваться именно таким образом, то в ближайшее время дело Голунова просто сойдёт на нет, и мы с вами хоть и не получим ответа, что же являлось первопричиной задержания журналиста, но, тем не менее, можно будет выдохнуть, хотя бы не опасаясь за судьбу самого господина Голунова. На вашей памяти бывали ли такие громкие дела, которые... Бывали ли такие дела по задержанию журналиста, активиста с наркотиками, которые вызывали бы такую яростную... Правда, я думаю, это яростная реакция сообществ разных. Нет, я не помню. На самом деле, похожие случаи на территории Российской Федерации встречались. Что-то похожее в отдалённом, правда, прошлом происходило на территории города Кирова. Это история с обысками в редакции Вятского наблюдателя в своё время. Но такой масштабной общественной поддержки, по-моему, мне раньше не встречалось точно. И это, на мой взгляд, свидетельствует о возросшем как раз уровне недоверия к правоохранительной системе. Это означает, что очень большое количество наших граждан, пусть даже теоретически, но допускают тот факт, что всё-таки действительно возможны случаи, когда при наличии каких-то интересантов журналисту да любому гражданину могут подбросить какое-то запрещённое вещество. И в последующем, при обычном течении событий, без подобного рода масштабной общественной поддержки оправдаться человеку будет практически нереально. Переходим к следующему делу. Это очень важно тоже для нас. Мы знаем, что вы помогаете католикам, католическому приходу города Кирова работать по вопросу возвращения храма, который здесь находится недалеко от нас, к католическому приходу. И недавно к нам приезжал представитель Ватикана. Как это вообще произошло, что представитель Ватикана приехал в Киров? На самом деле, визит апостольского нунца господина Челестина Мильера планировался в город Киров достаточно давно. И приехал он на десятилетие, на десятилетний юбилей проекта Вифлеем на Вятке. Приход Пресвятого Сердца Иисуса, который возглавляет отец Григорий Зволенский уже 10 лет, содержит приют, убежище для мамочек, для женщин, которые попали с новороженными детьми в тяжелую жизненную ситуацию. В свое время, во времена Никиты Юрьевича Белых, администрация города Кирова предоставила возможность использовать помещение на Филейке, где этот приют в течение 10 лет уже и работает. И как раз архиепископ Мильера приезжал на подобного рода юбилейную годовщину. И как апостольский нонс, он достаточно регулярно ездит по России, общается с прихожанами, с простыми гражданами, с настоятелями приходов, с руководителями областей, субъектов федераций. Фактически осуществляет координацию и обмен информацией между непосредственно Святым Престолом и низовыми элементами Римской католической церкви и власть придержащими. Сейчас, во время этого визита, ему удалось пообщаться 3 июня 1919 года с губернатором Кировской области, где вопрос того конфликта по возврату Александровского костела тоже ставился, тоже обсуждался. Архиепископ предложил со своей стороны варианты решения этого конфликта. Ну, посмотрим, может быть, правительство со своей стороны точно так же сделает какой-то ответный шаг и как-то прореагирует на те инициативы, которые были апостольским нонсом высказаны на этой встрече. От чего имени эти инициативы высказывал гость из Ватикана? Ну, ни в коем случае не от имени его святейшества. Он все-таки дипломат с большим стажем. И подобные вроде инициативы высказывались им от своего личного имени с тем, чтобы попытаться все-таки как-то этот конфликт сгладить. Тем более, что на территории Российской Федерации проблемы с возвратом церковного имущества, именно ранее принадлежащего Римской католической церкви, возникают, к сожалению, достаточно регулярно. Есть положительные какие-то сдвиги, есть недавний случай в возврате одного храма, но точно так же есть и обратная ситуация, когда храмы все-таки не возвращаются, католикам приходится тратить массу времени, нервов, сил и средств для того, чтобы защитить свои интересы в судах. Иногда это получается, иногда нет. Я полагаю о том, что в любом случае лучшая война – это война, которая закончилась миром. Но среди тех предложений, которые озвучивал гость из Ватикана, что, например, звучало? Или они засекречены? Нет, они не засекречены. Предлагалось просто предоставить возможность Римской католической церкви приходу Пресвятого Сердца Иисуса осуществлять службу не в виде исключения, а на постоянной основе. Предлагались возможные варианты раздела единого здания на какие-то части, которые могли бы быть использованы самостоятельно либо совместно. То есть фактически архиепископ Мильора предложил подумать над вариантами мирного урегулирования конфликта. Это да. Простите меня за этот вопрос, но очень хочется все равно его задать. Вот сам по себе храм, в котором находится орган, он принадлежит Министерству культуры, курирует Министерству культуры. Они апеллируют тому, что необходимо устраивать концерты. Это практически концертный зал теперь уже, а не площадка. С этой точки зрения, для того, чтобы город не потерял ничего с культурной точки зрения, хотя, да, со стороны культуры, хотя само наличие уже, да, это великолепно. Может быть, он рассуждал в ту сторону, что католическая церковь наполнит этот храм какими-нибудь уникальными артефактами, иконами, это вызовет туристический приток, но что получит область от этого? Нет, насколько я знаю, подобного рода нюансы не обсуждались, не обсуждались. Я не присутствовал на встрече посла Ватикана и господина Васильева. А в каком формате она проходила? Был сам Челестина Мильори, отец Григорий Звалинский и представитель правительства Кировской области губернатор. Я лично с господином Мильори встречался накануне его встречи с губернатором. Был приглашен на знакомство, на общение, на деловой ужин. Меня поблагодарили за ту поддержку, которую я в меру своих сил оказываю. Немножко мы пообсуждали перспективы данного дела. Ну и вот я от себя могу сказать о том, что в общении с Нунцием я сделал вывод о том, что он как раз пытается и своим общением с губернатором все-таки посодействовать возможному мирному решению того конфликта, который имеет место быть. Конкретных каких-то предложений, как следует поделить здание или что-то просить взамен, либо еще что-то, не высказывалось. И реакция со стороны нашего правительства тоже неизвестна. Ну, известно только то, что господин губернатор, господин Васильев, обещал подумать. И все. Ну, времени не так много еще прошло, соответственно, ну, подождем, посмотрим. Да, но мы продолжим разговор про храм, потому что ведь прошла экспертиза по храму, которая должна была сделать выводы, выводы это все еще здание, которое несет на себе следы, как это называется? Имеет религиозное предназначение. Имеет религиозное предназначение или уже утратила его, но после короткого перерыва. Да, действительно, эта программа «Особое мнение» и свое «Особое мнение» сегодня высказывает юрист Ян Чеботарев. Мы продолжаем обсуждать судьбу католического храма. Понятно, что произошел обмен мнениями какими-то на встрече представителей Ватикана и губернатора Кировской области. Реакция Игоря Васильева пока не ясна. Мы знаем только позицию Министерства культуры по этому поводу. Но, тем не менее, из этой позиции, из позиции Министерства культуры вытекает, что они считают, что здание давно утратило уже религиозное значение после того, как прошла реконструкция, и была назначена экспертиза буквально на днях, результаты экспертизы и того, как она проводилась. Можем ли мы об этом поговорить? Ну, поговорить-то мы, Света, безусловно, с вами можем. Однако, вот то, что происходило на днях, это была не экспертиза, это был натурный осмотр. В рамках проведения экспертизы к нам в Киров приезжали 7 июня московские эксперты, специалисты-строители, искусствоведы, и производили осмотр помещения костела. Какие Александровского костела, органного зала, какие они сделают выводы, неизвестно. Письменное заключение их должно поступить в арбитражный суд Кировской области до конца июня сего года. Забегать вперед мне бы не очень хотелось, но сама по себе позиция Министерства культуры, и мы об этом говорили и на судебных заседаниях, и в куларных беседах, общениях, представляется мне весьма странной почему-то, когда одну из церквей города Кирова приспособили под планетарий, и в последующем передали Русской Православной Церкви, вопрос об утрате религиозного предназначения не ставился. Тем более, что закон говорит о том, что нынешнее использование любого здания, его нынешнее состояние никакого правового значения не имеет во внимании, принимается для каких целей это здание сооружалось на момент фактически ввода в эксплуатацию. То, что это был все-таки католический костел в 1903 году освященный, по-моему, сомнений не вызывает ни у кого, даже у правительства Кировской области и у Министерства культуры. То, что в последующем его использовали как общежитие Ветзооинститута, как хранилище книг, как органный зал в настоящий момент используют, мы тоже в этом не сомневаемся, однако суть-то спора не в этом. И как раз позиция ответчика правительства сводилась по большому счету к тому, что то здание, которое мы видим сейчас на улице Дрелевского, представляет из себя не памятник истории архитектуры, а фактически новодел. Позиция ответчика сводилась к тому, что в результате перепланировки, переустройство здания храма под органный зал, которое проводилось недалее как 20 лет назад, старое, старинное здание 1903 года постройки было фактически полностью разрушено. Ну, это же лукавство, на самом деле лукавство. Все, что там появилось нового, это подземный переход и пристройка, которая осуществляется, используется сейчас как главный вход в здание органного зала, как гардеробу и, простите, как различного рода удобства для посетителей. Все. Поэтому я лично не сомневаюсь в том, что эксперты свое заключение в суд представят. Мы с ним ознакомимся. Ну, дальше посмотрим, что они, собственно говоря, решат, и дальше будем ждать решения самого суда по сути спора. Понятно. А когда следующее судебное заседание? 8 июля. 8 июля. К следующей теме мы переходим, да, мы спокойно совершенно можем о ней говорить. Времени достаточно до перерыва. Мы будем говорить о делах, которые ведутся по людям, которые исповедуют религию, как называется, правильные свидетели Иеговы. В 2015 году, вы мне напомнили, Кировская организация, свидетели Иеговы города Кирова была принята экстремистской. В стороне таких организаций несколько сотен были признаны экстремистскими. Ну и после этого начались задержания и даже посадки людей, которые к этим организациям были причастны. Ну вот последний случай достаточно яркий. Это датчанин Кристианссон получил 6 лет лишения свободы за то, что осуществлял богослужебную деятельность в рамках своего вероисповедания. Насколько это отвечает нормам Конституции Российской Федерации, это, конечно, большой вопрос. На мой взгляд, здесь есть существенный пробел в области российского уголовного права, безусловно. Есть крайне по-странному сформировавшаяся судебная практика. Почему? В Уголовном кодексе Российской Федерации есть несколько статей, которые по-разному описывают как преступления деяния экстремистской направленности. Одно из таких преступлений, это статья 282.2 Уголовного кодекса, это организация либо продолжение деятельности религиозного объединения, которое ранее было признано судом экстремистским. Логика и посыл наших правоохранителей в настоящий момент сводятся к тому, что если ранее в городе Кировец существовала какая-то организация свидетелей Яговы, и она была признана экстремистской и ликвидирована, и в настоящий момент люди продолжают исповедовать религию свидетелей Яговы, то это означает продолжение деятельности той самой организации, которая ушла в небытие. Ну, на мой взгляд, это слишком расширительное толкование. Слишком расширительное толкование. Во-первых, установить тождественность организации по большому счету невозможно. Граждане могут осуществлять религиозную деятельность, богослужебную деятельность не в форме создания каких-либо юридических лиц, а в форме объединений либо групп верующих, которые по большому счету не подлежат никакой государственной регистрации, постановке на учет в Минюсте и прочее. Поэтому здесь говорить о том, что если люди продолжают верить в то, что они верили и раньше, и что это деяние образует состав какого-либо преступления, это абсолютно неправильно. Более того, это противоречит Конституции Российской Федерации, статьям 28-29, где предусматривается право на абсолютно свободное отправление любых религий, либо на отказ от этого. Если бы этот же Верховный суд, либо какой-то иной государственный орган хотя бы признал саму по себе религию свидетелей Яговы порочной, экстремистской, нехорошей, неправильной, бесчеловечной и прочее, прочее, ну хоть какое-то здравое зерно было бы в тех претензиях, которые предъявляются к подобного рода поборникам веры. А у нас конкретные экстремистские, конкретные религиозные организации, каждая из них занесена в соответствующий реестр. Да, 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 и ликвидирована уже. И почему делается вывод, что та деятельность, которую сейчас осуществляют люди, эта деятельность совершенно мирная, я читал массу уголовных дел, постановление о возбуждении уголовных дел, заключение экспертов, никто не обвиняет свидетелей в том, что то, чем они занимаются сейчас, является экстремизмом. Говорят о том, что состав совершенно другой, вы продолжаете деятельность ранее запрещенной организации. Слушайте, вот я могу привести самый простой пример. В Российской Федерации есть такая запрещенная организация, которая признана экстремистской, террористической, ИГИЛ. Сотрудники, или как их там правильно называть, приверженцы ИГИЛ, исповедуют ислам. Означает ли это, что все другие граждане, которые исповедуют эту религию, являются точно так же экстремистами и террористами? На мой взгляд, безусловно, нет. Это слишком смело, и более того, это абсолютно ошибочная логическая посылка. Точно так же, на мой взгляд, назрела необходимость внесения изменений в российское законодательство, регулирующее противодействие экстремизму. Нам в срочном порядке необходимо менять основные положения определения того, что такое экстремистская деятельность. Ведь у нас в настоящий момент под понятие экстремизм может попасть в возбуждение розни между различного рода социальными группами, религиозными обеднениями и прочее. Даже не вражды и ненависти, а просто какой-то розни. Точно так же экстремизмом считается преувеличение, даже не так, подача какой-либо религии в качестве единственно правильной. Слушайте, но ведь у нас на самом деле любая религия, говорит, она на этом строится, что именно она является правильной. Любой человек, который исповедует христианство, наверняка уверен сам и доносит до окружающих то, что христианство – единственная правильная религия. Любой правоверный, уважающий себя мусульманин точно так же считает о том, что он верует абсолютно в правильного Господа. Да, ну вот и уполномоченный по правам человеком, человек Татьяна Маскалькова, она тоже об этом говорила совсем недавно. Она говорит о том, что события, происходящие с последователями свидетелей Иеговы, заставляют задуматься о наличии коллизии между конституционным правом исповедовать свою религию индивидуально или совместно с другими, и признаками экстремистской деятельности, указанными в статье 282.2 Уголовного кодекса ИРФ. Но, однако, чуть я не вижу, что хоть как-то это все сдвигается. Я, Свет, не понимаю одну вещь. Вот, на мой взгляд, наше государство создает приверженцам веры свидетелей Иеговы шикарную революционную биографию на ровном месте. Ведь фактически сейчас, преследуя граждан за мирное исповедование религии, пусть даже кому-то, и мне лично кажутся, какие-то их воззрения абсолютно странными, скажем так. Я знаю о том, что католическая церковь весьма двояко относится к подобного рода культу. Я думаю, что и русская православная церковь того же мнения. Но, тем не менее, карать людей просто за неправильную веру, все-таки это возвращаться в Средневековье. А мы так-то живем немножко в другое время и должны быть все-таки более толерантны. Я думаю, что, опять же, с течением времени, в ближайшее время, на фоне этого же дела крестьянцев, на фоне массовых протестов со стороны европейских стран, которые адресуются властям Российской Федерации, на фоне активной международной поддержки свидетелей Иегова, тех протестов общественности, рано или поздно родится либо какое-то уточнение Уголовного кодекса, либо хотя бы руководящее разъяснение Верховного суда Российской Федерации, где все понятия, которые используются при квалификации экстремистской деятельности, будут даны более конкретно, чем те термины, которые используются в настоящий момент. С тем, чтобы хотя бы можно было отличить, что простая вера свидетелей Иеговой, не сопряженная с распространением экстремистской литературы, либо литературы, которая признана таковой, значит, не сопряженная с возбуждением какой-то ненависти, социальной розни и прочее, не является наказуемой. Ведь у нас Уголовный кодекс говорит о том, что не является преступным деянием, которое, хотя внешне и походит на преступление, но в силу отсутствия социальной опасности не представляет никакой угрозы. Соответственно, это 10-я статья Уголовного кодекса, а вру, 12-я. Значит, никакой угрозы. И, соответственно, в настоящий момент, к сожалению, во всех судах Иеговисты вынуждены обосновывать и доказывать свою невиновность с ссылками на нормы Конституции, на общие нормы Уголовного кодекса. Их сажают. К сожалению. Их сажают. Прервемся на полторы минуты и продолжим разговор с Яном Чапотаревым, нашим постоянным экспертом-юристом. Особое мнение на 101FM Продолжаем программу «Особое мнение». Светлана Занькова у микрофона сегодня работает. О свое особое мнение высказывает юрист Ян Чапотарев. Еще несколько слов о свидетелях Иегова. Мы только к организациям конкретно можем присовокуплять признанные экстремистские организации. Конечно, конечно. Вот, поэтому... Причем их уже нету сейчас. Они ликвидированы. Да, они ликвидированы. Хочу спросить, а какое количество свидетелей Иегова сейчас там в Кировской области обнаружено? Ну, я лично учет не веду, но мне известно о нескольких, порядка десятка задержаний. И об одном человеке, который, по-моему, до настоящего времени уже около полугода находится в СИЗО, один город и Кирова, это гражданин республики Польша. Находят их очень просто. Общее число приверженцев, я не знаю, честно говоря, но по моим оценкам это несколько сотен. Значит, находят их очень просто. Они обязаны по основам своего вероучения нести свою идею в мир. То есть они обязаны осуществлять пропагандистскую, как это называется, деятельность. Они обязаны по одному, по двое общаться с людьми. То есть они ходят и проповедуют. Да, то есть они просто общаются. Если люди проявляют какой-то интерес, то они пытаются донести основу своего вероучения. И обычно литературу какую-то вручают еще. Ой, сейчас не знаю. Раньше, да, сам лично был очевидцем. Раздавали какие-то буклетики и прочее, прочее, с учетом того, что сейчас очень велик риск того, что, получив какую-то материальную носитель информации, он сможет быть подвергнут экспертизе. И, как правило, эксперты всегда любое религиозное учение, если проверять, то обязательно найдут признаки экстремизма. Почему? Потому что любая религия позиционирует себя как единственно верную. И как раз это было основой того, что религиозные организации свидетелей Яговы были признаны экстремистскими. Были проведены экспертизы тех текстов, которые были у них в свое время изъяты. Эксперты установили, что да, учение свидетелей Яговы преподносит себя в этих брошюрах, в этих документах, как единственное верное. А это является признаком экстремизма в соответствии с не вполне корректным определением в законе о противодействии экстремистской деятельности. И был сделан в итоге вывод о том, что все несколько сотен организаций свидетелей Яговы точно так же являются экстремистскими. У нас в законе об экстремистской деятельности установлен запрет, прямой запрет на признание экстремистскими только отдельных видов религиозной литературы. Библию нельзя признать экстремистской, Коран нельзя признать экстремистским, Талмуд нельзя признать экстремистским. А вот учение свидетелей Иеговы там не помянуто, и язычество там не помянуто, и еще что-то, если мы с вами решим создать какой-то собственный культ служения Эхо Москвы, то точно так же мы можем быть признаны экстремистскими, если будем считать, что... Тут главное литературу не распространять. Это да. Защищаете ли сейчас вы кого-то из людей, которые относятся к этому вероисповеданию? Консультирую. Консультируете. Перспективы? Нехорошие. Нехорошие. Но я вот вижу, что одна из последних новостей по делу Дмитрия Михайлова из ШУИ, это Ивановская область, это ООН решительно судила ареста свидетелей Иеговы и потребовала от России немедленного освобождения верующих. 29 мая не так давно был получен документ по итогам рассмотрения жалобы Дмитрия Михайлова. Его арест признан проявлением религиозной дискриминации. В документе подчеркивается, что выводы относятся ко всем другим лицам, находящимся в обстоятельствах, подобных тем, в котором находится Михайлова. Реагирует власть? Нет? Посмотрим. Какая-то реакция, думаю, будет. Но реально наше отношение, отношение нашей стороны к подобной вроде проблеме покажет только время и позиции судебных органов. Потому что только суды у нас решают, виновен человек в чем-то или не виновен. И еще у нас остается время на один серьезный вопрос. Вчера здесь же в этой студии в программе «Особое мнение» был пресс-секретарь завода «Вятич», и он рассказывал о некоторых нюансах тех дел, которые идут сейчас на «Вятич». Я имею в виду не только вот дела, которые были заведены, а вообще дел, которые на «Вятич» происходят. И сказал, что «Вятич», уже завод «Вятич», они присматривают площадку в другом регионе, Калужская область называется. При этом не говорил, что собираются закрывать завод там в Кирове или не закрывать, но присматриваются. И подтвердил, что действительно руководство предприятия все-таки склоняется к версии, что это рейдерский захват. Вот первый вопрос. Это похоже на рейдерский захват или нет? Как к эксперту, не похоже это на рейдерский захват. На мой взгляд, здесь немножко господин Маматов все-таки палку перегибает. Те претензии, которые предъявляют в настоящий момент заводу правоохранительные органы, я думаю, что они будут с течением времени разрешены. Причем, насколько понимаю я, претензии носят все-таки достаточно формальный характер и связаны с движением валюты за пределы Российской Федерации. То есть говорить о том, что это какой-то захват, как минимум до того момента, пока не выявлены какие-то интересанты, ну, немножко рано. Что касается того, что Вятич объявил, либо планирует открыть филиал, либо логистический центр где-то поближе к городу Москвы, меня это лично не пугает, я убежден о том, что и лично Николай Витальевич Курагин является патриотом Вятского края, что полностью Вятич не уйдет. Любое растущее предприятие заинтересовано в том, чтобы где-то поближе к транспортным развязкам, к общепризнанным логистическим центрам у них был какой-то филиал. Это удобно хотя бы для того, чтобы обеспечить более легкую транспортную доступность с тем, чтобы их товары двигались по России и зарубежью гораздо легче. К сожалению, в городе Кирове аэропорт достаточно маленький, не говоря уже о развитой инфраструктуре логистики. Ну и потребитель, понятно, сконцентрирован где. Еще один момент, который был отмечен, это все-таки на заводе считают, что речь идет о рейдерском захвате и дело сфабриковано. Письмо о незаконном его возбуждении адвокаты председателя Совета директоров Николая Вятича Николая Курагина направили на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Это зачем? Я не знаю. Во всяком случае, если адвокаты Вятича, их юристы, руководство Вятича такое решение приняли, они имеют на это право. Хотя я вспоминаю, что меня, например, на втором курсе юридической академии, когда мы проходили курс уголовного права, учили следующему, что если имеются какие-то признаки уголовно-правового деяния, уголовное дело нужно возбуждать тем, чтобы с помощью инструментария, который предоставлен следователю, прокуратуре, участнику уголовного судопроизводства, установить, содержит ли это деяние все признаки преступления. Если какого-либо признака преступления нет, уголовное дело прекращается за отсутствие. Для того, чтобы можно было использовать весь инструмент. А Бастрыкину зачем? Ну, это, опять же, нормально. Почему не обратиться с какими-то своими предположениями, с просьбами, пожеланиями на самый верх? Можно президенту написать письмо. А как вы думаете, Бастрыкин обратит внимание на дело Вятича? Ну, я думаю, что какая-то реакция воспоследует, уполномоченный представитель, не сам Бастрыкин, а кто-нибудь из его ведомства, ну, какую-то информационную справку прочитает, может быть, какие-то материалы затребует, может быть, и какое-то решение примет. То есть в этой части это абсолютно нормально. Я живу в Российской Федерации, я хочу верить, что наши органы, они, конечно, бывают неправы. Но во многом все-таки интерес нашего государства состоит не в том, чтобы отнять у кого-то какое-то предприятие, а заботиться о развитии страны. И в этой части, если предприятие Вятича, уполномоченные представители Вятича обратились к уважаемому человеку, я думаю, что реакция будет. И если кто-то ошибается на низовом уровне, то его просто поправят. Еще один вопрос. Вятич требует завести уголовное дело на кировских следователей МВД, потому что во время обысков в апреле этого года на заводе была незаконно изъята спецдекларация, ссылаясь на налоговую тайну. Ну, это, на мой взгляд, конечно, это перебор. Это перебор, почему? В нормах Уголовно-процессуального кодекса, в нормах уголовного права нет такого понятия налоговой тайны. Нигде не предусмотрено, что документы, содержащие коммерческую, либо налоговую, либо еще какую-то иную охраняемую законом тайну, не могут быть предметом исследования в ходе производства по уголовному делу. А предъявлять их понятым на месте? Ну, это обязанность следователя, когда изымается какой-то документ, какой-то материал, какой-то предмет. Этот предмет должен быть предъявлен понятым, которые должны быть независимыми и от следствия, и от другой стороны, где производится обыск, с тем, чтобы они удостоверили, что конкретно изымается. То есть вы здесь не видите нарушений никакого? Слушайте, я сам работал в следствии, мы изымали, простите, документы, которые составляют государственную тайну Российской Федерации. У нас последняя минута остается, и вот такая история. Все-таки Вятич является крупнейшим налогоплательщиком в Кировской области, который тут зарегистрирован. Я же говорю, что Николай Витальевич, он патриот. Он патриот, да. Следует ли и возможно ли вообще каким-то образом властям, например, губернатору в этот процесс смешиваться? Я думаю, что не следует. Более того, с точки зрения закона, любое вмешательство в ход следствия – это прямое нарушение закона. В данном случае, я думаю, что вот та исключительная позиция, которая занимает предприятие Вятич в городе Кирове, Кировской области, в любом случае даст им возможность контролировать следствие с целью недопущения необъективного расследования. Вот здесь как раз губернатор, уполномоченные по правам предпринимателей, уполномоченные по правам человека, адвокаты, судебные иски, масса инструментов для защиты своих прав есть у Вятича, помимо необоснованных жалоб на следствие. А часто после таких историй предприятие, может быть, вы вспомните, просто уходит из региона? Ну, бывают. Обычно это все-таки связано с какими-то необоснованными налоговыми проверками. Бывают случаи, бывают вслух, не хочу говорить, но есть много предприятий в городе Кирове, которые, столкнувшись с, к счастью, прибывшим руководством, столкнувшись с необоснованными налоговыми проверками, придирками, не вполне верным пониманием норм налогового права, просто сбежали, поменяли регистрацию и в настоящий момент платят налоги в городе Москве, в Нижнем Новгороде, в Симферополе, в общем, в Казани, там, где поспокойнее. Вот очень бы хотелось в отношении Вятича этого, конечно, избежать. Спасибо. Это был юрист Ян Чеботарев и программа «Особое мнение». Мы завершаем. У микрофона работала Светлана Занько.